приветствую всех хочу об этом ножички рассказать я его уже показывал в предыдущем видео такая рубрика будет у нас как говорится режем без ножа таких как веселых каких-то историй до таких из ножевого моего дела моего опыта скажем так этот ну это такая больше поучительная чем веселая будет может кому пригодится значит поехали от прелюдии к действию девушка ко мне обратилась одна горит молодому человеку вот хочу сделать подарок там на дне рождения но это было еще на месяца два назад может больше даже вон там любитель там ножей и так далее ну вот мы обговорили она это ему нравится он хотел купить но сейчас сложно с определенными позициями наподобие гани есть такая барк ривер гани небольшой ножичек она посмотрела то что я делаю барки и вот как-то так обратилась ну значит мы начали ну все это делалось в тайне в тайне от молодого человека и тут наверно все таки стоит сказать что пожалуй стоит может даже иногда открыться или как-то выпытать пусть там о чем-то человеке догадается чтобы не было таких вот просак не попадать значит ну мы уже был сделан бланк до был готов бланк и а потом оказалось что темлячное отверстие ну уже точнее рукоять было до в черновую сделано темлячное отверстие не хочется молодому человеку оказывается он это все ему это не нравится эти дырки как он сказал ну это в разговоре да там девушка у него там бы намекая или как-то выпытала ну и мы начали с этой темой бороться и вот получилось видите как бы но с одной стороны карбоновый штифт и карбоновая рукоять но все равно немножко конечно это видно и отличается по мере дальнейшего общения то что должно было сразу произойти ну я как бы согласовал то что об этом расскажу поэтому никакие секреты не выдаю барышня с чувством юмора и как бы сама критикой поэтому муж кому пригодится и ну и мне проще будет да значит ну в процессе общения дальнейшем оказалось что ему хотелось бы такой но из какой-то порошковой стали ну мы остановились там на кромоксе ну и как бы вот это тот дефект дальний эффект даже как-то его ну скажем так какое-то уже отклонение от изначального чего хотелось бы и сама сталь да тут н690 а мы начали делать вы скором акса в общем мы пришли к тому выводу что будем мы делать другой нож а этот материалы будут оплачены а работа как бы вот уже когда продам то да за работу дальнейшем ну как бы не суть важно как это будет конфликт не не получился а слава богу все у нас разрешилось все все я пошел в каком-то плане навстречу девушка пошла понимая что как бы материалы взять и просто выкинуть ладно уже там с работой как бы я могу его может и продам кому-то может себе оставлю но материал это все расходованы сюда и дешевая поэтому ну как бы этот вопрос мы за закрыли я думаю все остались довольны или по крайней мере исходя из той ситуации которые вы попали а попали мне конечно из-за того что может я там где-то не доработал ну я не мог же сказать вы там выпытайте как все нюансы мне поставлена задача я ее выполняю поставлена по-другому я начинаю выполнять по-другому ну вот так кому-то пригодится может лучше согласовывать особенно если не себе делайте до себе так попроще конечно но это и люди одно иногда заказывают а другое в итоге получаем это к сложности о заказах о выполнении ножей под заказ то есть это всегда налагает большую ответственность в том плане что ты как бы должен постоянно каждый шаг согласовывать может человек хочет сделать такой какой ему понравится и это влечет за собой большую переписку большое количество времени на согласование на показ на что-то там поиски каких-то материалов других или и это ну это все расходует тот самый драгоценный ресурс которого нам все не хватает как известно это время поэтому конечно иногда такой нож сделать проще самому и выставить его на продажу чем работать с под заказ хотели на люди конечно ну заказывать интересные вещи да которые сам бы как бы может и не придумал были придумал бы не так а потом конечно когда человек остается доволен то это все таки греет душу именно ради этого то и работаем то получение каких-то навыков благ безусловно за свою работу но и как бы надо человеку доставить как бы удовлетворение тем продуктом тем инструментом который он получит ну вот такая вот история она может не здорово то веселая но может кому и пригодится но ножичек я даже подумаю что у себя ставлю чуть не он зашел прям вообще эту форму люблю барковскую да и мне казалось что он такой маленький а он прям совсем удобный я извиняюсь захворал немного поэтому ну поэтому так вот такой красавчик такой красавчик göz Makron огня огня огня